Финальный поединок Гран-при Блэкси Оупен Кап в весовой категории до 84 килограмм. И в красный угол ринга приглашается боец из Грозного, Ибрагим Баширов! Итак, весовая категория до 84 килограммов. Ибрагим Баширов не совсем в стандартном порядке распределили организаторы весовой категории. Общинат напомненная категория 66, 70, 77, 84 и до 100. То есть супертяжелой весовой категории на этом турнире нет. Бой тяжеловесов мы сегодня, естественно, увидим. И это бой Шамиля Абдурахимова. Свыше 93 килограммов специальная весовая категория. Но мы знаем, что вес нашего спортсмена 118 килограммов, а у британца 120 килограммов. И тут пришло для того, что он много сагнал. Об этом чуть позже. А сейчас весовая до 84 килограммов. Ибрагим Баширов на ваших экранах из Грозного, из клуба Берхот. Ему 28 лет, появляется на наших экранах. Надо сказать, что Ибрагим дебютировал тоже, как и в общем, здесь на этом турнире. Было несколько бойцов клуба Берхот. Одного мы еще увидим чуть позже. Они все дебютировали на профессиональной арене. Вообще-то клуб молодой, 2011 году он только появился. Клуб Берхот. Ну вот, появился он, дебютировал здесь. И оба боя провел очень успешно. Хорошо себя зарекомендовал. И вот дошел до финала. Что касается его соперника. Тут оказалась несколько такая необычная ситуация. Дело в том, что в финале... Синим галерином выйдет. Сейчас мы скажем об этом. Боец из Краснодара. Никита Осипов. Так вот, Никита Осипов, которого представил ринг-анонсер, вышел на замену. Дело в том, что в финале должен был встречаться Умар Вахаев. Еще один чеченский боец. Мы, к сожалению, не можем вам сказать причину, по какой выбыл Умар Вахаев. Травма ли это, или, может быть, просто... Может быть, вернотубники не хотели встречаться между собой. На замену вышел Никита Осипов. Никита Осипов тоже участник Black Sea Open Cup. Но он участвовал в категории до 77 килограммов. И выбыл на стадии 1-4 финала. Вот он, ну, так сказать, принял предложение заменить финалистов в более тяжелой весовой категории. Для него как бы такой вот счастливый бедук. Как не знаю, сколько счастливый. Но это называется в теннисе Wild Card. Катому дали второй шанс проявить себя. В принципе, конечно, я думаю, что Никита должен постараться воспользоваться этой возможностью взять реванш за свое поражение. Но это будет сделать достаточно сложно. Во-первых, все-таки ему всего 18 лет. Он весьма юный спортсмен. Да и в весе случайно проигрывает 5 тысяч килограммов. Это, поверьте, дорогие друзья, достаточно много. Он проигрывает не только в весах, но и в ростовых. Он пониже. Но зато он чуть раньше дебютировал на профессиональной арене. У него тоже, у него на данный момент проведенных 3 профессиональных поединка. А у Ибрагима Башира только 2. Ну, это несущественная, конечно, разница. Так же, как и спортсмен из Краснодара, который выступал в первом поединке, Весноколесник, а также и Никита Осипов занимается в клубе «Пузни». «Пузни». Выйдет был здоровым. Выйдет был здоровым. Он одержал победы. Чемпион России попал на контактному рукопашному бою. Боец из города Грозный. Клуб «Беркут» Ибрагим Баширов. В синем углу ринга. Боец, 18 лет. Вес 77 килограмм. Рост 178 сантиметров. В профессиональном ринге провел два боя. В одном из них одержал победу. Чемпион первенства России по панкратиону. Двухкратный чемпион Краснодарского края по ММА. Призер чемпионата Краснодара по грэпплингу. Кандидат мастера спорта по смешанным единоборствам. Победитель Кубка Черного моря 2012 года. Боец из Краснодара. Клуб Кузня. Никита Осипов. Поддерживает его активно трибуны, естественно. Мы слышали сейчас очень большой список титулов Никиты в любительских единоборствах. Но надо не забывать, что ему 18 лет. Значит, большинство из них, скорее всего, юниорские. Это очень существенную роль играет. А вот у Ибрагима Баширова объявили только титул чемпиона России по полноконтактному рукопашному бою, о котором я говорил. И я говорил, что это очень любительское единоборство, но оно очень жесткое. Там разрешены добивания в партере любые. То есть этот один титул может, в общем-то, перевесить множество других титулов. Пусть даже Никита уже это третий, а не второй, как сказал Риканонсер, третий поединок профессионал. Итак, поединок начался. И плюс к всему за Никиту все-таки говорит еще тот факт, что он победил на топке Черного моря в прошлом году. То есть этот турнир для него знакомый. Ну, прошлогодний турнир, как я говорил, он не гран-при системы, а это просто был турнир, подобный тому, что мы сейчас видим. Пока идет такая разведка аккуратная. Неподготовленный удар с разворота в исполнении Никиты. Но я хочу сказать, что Ибрагим Баширков тоже сейчас. Были два момента, когда Никита провалился, и Ибрагим задерживался, упускал моменты для контратаки, для перехода. Вот был вообще удачный момент, чтобы накрыть сверху соперника. Немножко зажат Ибрагим, он бы делал ставку на свой. В Кубе Берку все ребята хорошо бьют, он оккутирует удар. Вот мы сейчас видели правый прямой, левый боковой. Может быть, он делал ставку именно на ВЦ, выцеливает этот удар. Но из-за этого он несколько зажат, стоит на двумих ногах, подняты плечи, подзажат. Поэтому, может быть, Никите не стоит самому так вот лезть к нему, а выдергивать, расшатывать, как говорят, раскачивать. Ну, в принципе, этим он и занимается, слегка вызывает Ибрагима. И ждет ошибки определенные. Да, безусловно, прямые ноги. Сейчас уже второй раз у него. Между прочим, вот так вот, не очень-то хочу даже сказать, таким поставленным лоу-киком, но тем не менее, даже им он вот эту прямую ногу вытаскивает. Увесистые, хорошие удары у Ибрагима. Не боится он бить ногами в голову. Это значит, для нас совершенно очевидно, что у него базовая подготовка к удару. Как бы борец не учился бить ногами, никогда он в бою, вот так вот сам в атаке ногой в голову бить не станет. Это значит, что базовая техника ударная. Но тем удивительной позиции у него, конечно, совершенно приемные ноги. Может быть, Никита и стоит продолжать бить по ним, потому что все пропускает. Представитель Грозного спокойно ждет. Играет на публику, включая от Сосифов. Вот еще раз. И вот интересно, Варьян же себя ведет абсолютно в ринге. А мне интересно, Ибрагим, это тактика его или это недостаток опыта? Почему он так себя ведет? Или может, неопытом, а техническим недостатком? То есть это специально или это так само собой получается? Задуманно или нет? Делает ставку на левый боковой. Раз за разом пробивает левый боковой. Ждет, выцеливает и бьет. При этом достаточно много прилетает по корпусу, но все это, скорее всего, не идет в зачет. Но пока попаданий точных не было ни с одной стороны. Третий удар. Нельзя даже назвать это лоу-кифом. Скорее такое высечение, высекание, что-ли. Его формально, то есть лоу-киф удары в нижний уровень. Но траектория, она больше такая, знаете, зацепна. И наоборот, как раз справа, вот в ответ на левый боковой, которым Ибрагим раз за разом пытался достать Никиту. Как раз таким правым кроссом в темпе, ему отвечает Никита и попадает. Радов скользко за ухо. Но было видно, что удар такой по цели, то есть он не случайный. Раз за разом повторяет этот импинарский игрок и кроссиков. Но сейчас есть тейкдаун не в его исполнении. Тем не менее, вот была попытка переворота из Гразильского движения через голень. Беспасно отдает ногу. Да, сейчас ущемление ахилла. Нет, даже вот узел колено. Сложная ситуация оказывается сейчас Осип Ах. Вроде все правильно делает Ибрагим сейчас. И кость подворачивает как нужно. Остается терпеть. В такой ситуации, если не получается сделать узел, бывает, можно попробовать перейти, сделать ставку на ущемление ахилла. То есть привставать немного. Не выкручивать сопернику ногу, а привставать на своих ногах. Вот, кстати, он сейчас это и пытается делать. Делать ущемление. Потому что тут... Вот я, кстати, не знаю по правилам Black Sea Open Cup. Разрешена она с круткой пятки. Потому что не всеми правилами смешных голеноборств этот технический прием разрешен. Скорее всего, не хватит времени. Осталось ли менее пяти секунд. Да. Видите, как, я бы сказал, неспешно развивались события напряжения всего раунда. И такой взрыв последней минуты раунда произошел. Раунда Драгим дождался с одной стороны, он все-таки сделал перевод спартера, была хорошая попытка Галилова, но и пропустил. Да, он сделал перевод спартера после того, как он пропустил удар в голову. Это, может быть, даже было обусловлено, ну, как, школьным, школьным, как бы, учебникам, так сказать. Вот с пропущенного удара надо либо разрывать дистанцию, либо идти в клинче делать такдаун. Вот он выбрал второй вариант и успешно, хочу сказать. Вы знаете, вот у Никиты, я смотрю еще раз его список достижений. Чемпион первого статиона, чемпион российского пол-ММА, призер чемпионата Глассандара по грэплингу и по смешанному гноборству. Вот кроме грэплинга, ММА, смешанный гноборство, конкретион, все дисциплино смешанные, они вот для меня, сами по себе, ни о чем не говорят. Мы не можем сказать, хорошо ли по титулу чемпион, даже там в России по ММА нельзя сказать, что хорошо борется он, хорошо он бьет. Это сложно сказать. Но титул по грэплингу, я предполагаю, что, наверное, бороться он должен иметь. Но то, что мы видим вот сейчас на повторе, показывает, что это не все, наверное, тоже с борьбой в порядке. Одним словом, достойная замена в финальной поединке до 84 килограммов. И Никита пока совершенно не уступает сопернику. Но, вообще, надо сказать, что еще раз мы говорили об этом в начале этого плейбинга, а теперь у нас все наоборот произошло. Наносил лукик левой ногой Никит Осипов левой ногой. И скрутился он неудачно на правой. Очень опасная позиция. Вот именно так рвутся боковые связки. Видите, именно так рвутся кресты, крестообразные связки. Как правило, это происходит, когда опорная нога стоит очень плотно, а левая нога, а другая нога делает круговое движение. Вот когда, вот, если помните, я говорю, в первом раунде, лукики наносят технически неверные. Он, когда я говорил, что он такими вот даже корявыми лукиками достигает цели. Когда я говорил о технической неверности, я именно говорил... Еще раз внимательно смотрим, друзья. Смотрите, вот, движение опорной ноги. На этом повторе не так хорошо это видно. На предыдущем было чуть получше. Действительно, скорее всего, поединок будет остановлен. Опорную ногу, по возможности, чем сильнее ты бьешь лукик, тем сильнее ты должен опорную ногу разворачивать от соперника. То есть, если бьешь проносной лукик, то к сопернику вообще должна быть обречена пятка бьющей ноги, пятка бьющей ноги. Именно для того, чтобы дать амплитуду движения бьющей ноги. Если нет... опорная нога стоит или по направлению, или к сопернику, или чуть в сторону, то она как бы сама себя блокирует движение, если сильно ударить, ты за счет собственной инерции рвешь себе крестообразные связки. Не знаю, как он собирается, он продолжит. Большое спасибо Решеру Трансляции Денису, Шу Ленину, еще раз он показал, как именно все это произошло. Графия поединка, Шу Дьян спрашивает, сможет ли продолжать. Вообще сложно продолжать после такой травмы. Знаете, если бы он сейчас... Даже если это растяжение, извините. Даже если это не разрыв. Это сильнейшее растяжение. И сейчас при заморозке он сможет провести еще какое-то время. Да, но совершенно очевидно и понятно, что Ибрагим будет действовать в эту зону. При таких же скручивых рвутся и мениски. Но вот с порванным мениском, если он не заклинил колено, можно продолжать поединок. Он не вызывает болезненных ощущений. А вот если рвутся связки, то продолжать... Я сначала подумал, что ему... Знаете, вот когда делали узел колено, повредили колено, но он делал узел колено в другую ногу. Поэтому это вот, на мой взгляд, это чисто техническая какая-то недоработка. И сейчас Никита идет вперед на морально-волевых. И опять берется за ногу. Ну, если уж Никита решил продолжить поединок, конечно, стоять в стойке. Для него смерти подобно. Ему только... Ну, вынужденно, он должен искать только спасение в партере. Хотя, именно в стойке-то он... Пока был в стойке, он выглядел лучше. А что будет в партере, на пока... Тоже сказать, что в предыдущем раунде попал очень сложную ситуацию. Сейчас снизу пытается работать представитель Краснодара. Опять не осмущает, что, как и в предыдущем поединке, пассивно выглядит в доминирующей позиции партера Ибрагим Баширов. Вот так же, как в предыдущем раунде, в предыдущем бою, Бесланов Ашагов. Я вот не могу понять, что это связано с технической недоработкой или с функциональной недоработкой. То есть не хватает силы, не хватает умения. Но мы все-таки говорить про то, что не хватает сил, наверное, все-таки еще рано. И плюс еще была пауза. Видите, как замах такой с паузой наносится удар. Конечно, он приходится в локти. И опять переход на болевой ногу. И уже на больную ногу, на больную ногу. Но Никита не дал ему это сделать. Вообще, конечно, Никита демонстрирует настоящий волю к победе. Если тут есть какой-то, ну знаете, на любительских турнирах есть такие обязательные призывы за волю к победе или за боевой дух. Они по-разному называются. У профессионалов это не совсем принято. Но если что-то подобное есть или организаторы имеют возможность, конечно, это надо отметить. Сейчас фулл-маунти отчаянно работает Никита по своему сопернику. И целая серия ударов все-таки достигает своей цели. И сейчас, если судья сочтет, что защита Ибрагима пассивная, то поединок будет остановлен. И однозначно приз, ну назовем его призом зрительских симпатий будет на стороне Осипова. Ну, на мой взгляд, знаете, тут в течение профессиональных поединков такой, на всякий бой останавливать нельзя. Точных ударов, опасных для здоровья мы не видим. Единственное, только действительно Ибрагим не отвечает вообще. Если бы он хотя бы раз там 10 секунд наносил ответное действие, потому что формально правило на 30 секунд действия. 30 секунд атака без ответа можно и рейферами и правила останавливать в голову. Тем временем еще минута, во втором раунде остается. Даже попытки не делают Ибрагим сбросить через мост или через боковой скучино уйти. Он просто лежит и просто закрывается локтями. Это, конечно, тупиковый путь. Хотя бы попытался, знаете, сейчас на втором раунде, может быть, ну, рискуя потерять балл снятый, но в такой ситуации надо было хотя бы выползти за ринг. Да, должны будут или снять, или дать замечание, или сразу снять балл, то есть предупреждение. Ну, даже этого не сделал Ибрагим. Ну, да, через мост сейчас уже он не может сбросить, смотрите, уже фулмант уже высоко на грудь забрался, Ибрагим. Четыре секунды остается уже до конца второго раунда. Ну, да, ноги, вот смотрите, обратите внимание, в партере Ибрагим Баширов в защите несовестной ноги. Ведь как, если соперник хочет фулманты на животе, надо пытаться сбросить его через мост, полумост. Если садиться на грудь, рекомендуется закидывать ноги, пытаться ногами закидывать ноги через голову, отжимать соперника. Ну, да, ни то, ни другое не получается. Очень пассивно. И, конечно, этот раунд был однозначно за Никитой. Во всех смыслах борьбы он оказался сильнее и выше. И морально-волевые показатели, и спортивные. Действительно, Никита очень сложный отрезок времени для себя сейчас провел. Сколько сил он положил для другого масса ударов. Учитывать надо еще. Вы помните, как он... Ведь он находился в проигрышной позиции на полу. Он смог выбраться очень веско и занять доминирующие и непрерывную атаку в течение полутора минут. Непрерывную атаку в партере Ибрагим. А надо помнить, что у него нога больная. С больной ногой, знаете, даже бывает повернуться на бок тяжело. А не то, что перейти в контратаку, замедленную позицию, да еще удерживать соперника, контролировать. Сейчас вот мы не видели, но, по-моему, дополнительные заморозки не потребовались для Никиты. Абсолютно нет силы Лоширова. И невеста, будет ли он продолжать поединок? Он сейчас говорит по-моему, а может обращать, я не могу. Ну, не знаю, если он говорит по-русски, то он... Если он говорит по-русски, то можно ошибаться. Но вот всем своим видом он говорит... Вот так я бы сказал. Всем своим видом он говорит, я не могу. Ну что, друзья, дорогие наши телезрители, я думаю, вы получили удовольствие от этого поединка. Всегда интересно, когда в поединке есть интрига. Когда спортсменам приходится преодолевать больше, даже чем они могут. Действительно, случайно, можно сказать, Осипов оказался в этом финале. Друзья, вы знаете, я ведь должен был, когда нога, да, я ошибся. Возможно, что именно не перетерпел Никита вот этот узел колена. Ввиду невозможности продолжения дальше боя, техническим нокаутом победу в этом поединке одержал Никита! Поразительно, дорогие друзья. Мы ждали технической остановки у Никиты Осипова, а он одержал победу.